Восстановить в должности декана юридического факультета с 21 июля 2018 года, то есть задним числом. Такое решение вынес Железнодорожный суд Барнаула по иску Натальи Карловой к Алтайскому госуниверситету. Согласно исполнительному листу, вуз обязан не только издать соответствующий приказ о восстановлении в должности, но и выплатить Карловой компенсацию за время вынужденного прогула. Однако стоит отметить, что факультета как структуры уже не существует. В мае он был преобразован в Институт государства и права, при этом получив нового руководителя в лице Антона Васильева. Не могу ничего прокомментировать. Я знаю, что факультета нет, есть институт, у института есть директор. Но, тем не менее, должность декана факультета была вчера восстановлена, и я ее сейчас замещаю. Увольнение было незаконным. Как будет разрешена данная ситуация, пока неизвестно. Контракт с Натальей Карловой был заключен до марта 2019 года. Свои дальнейшие планы она пока не озвучивает. Напомним, конфликт Карловой с руководством вуза разгорелся еще в ноябре прошлого года. Тогда декан подала иск на ректора госуниверситета, который, по ее мнению, незаконно объявил ей выговор и был намерен сократить ее должность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова